Фиксированное решение получено, на это ушло где-то 2 минуты, достаточно хороший результат. Опять под деревьями, при таких вот условиях я попробую получить фиксированное решение. Итак, коллеги, я продолжаю полевой тест для НССРТК приемника EFT-M1+. Я поставил приемник под деревья. Здесь я примерно в этом месте я тестирую все другие приемники. Некоторые тут показывали до получения фиксированного решения время 5-7 минут. Сейчас я посмотрю, как быстро НССРТК приемник EFT-M1 получит фиксированное решение. И из повторных наблюдений посмотрю, насколько оно точно и надежно. Запускаю приемник. Запускаю программное обеспечение EFT-Field Survey. Включаюсь в приемник. Bluetooth подключение установлено. Захожу в съемку. Для начала сбрасываю РТК. Сейчас посмотрю, как быстро будет получено РТК-решение на этом месте под деревьями. Решение плавающее. 2,5-3 метра. До базовой станции 13 километров 600 метров. Решение плавающее уже метр тридцать где-то. Здесь вокруг деревья. С одной стороны высокие здания. Сейчас я для теста подойду еще ближе к зданиям. Проведу измерения. И также проведу измерения с методом наклона. Уже меньше метра точность в плане и по высоте. Как я уже говорил, здесь другие приемники показывали результат в среднем от 5 до 7 минут. Сейчас посмотрю, как быстро будет получено фиксированное решение приемником EFT-M1+. Уже меньше полметра плавающее решение 20 спутников наблюдается. Здесь можно посмотреть статус наблюдения каждого спутника, информация о спутнике, какие спутники. И фиксированное решение получено. На это ушло где-то 2 минуты. Достаточно хороший результат. Захожу в съемку. Записываю точку. Фиксированное решение. Записываю вторую точку. И записываю третью точку. Захожу в РТК. Делаю сброс РТК. И сейчас посмотрю, как быстро будет заново получено фиксированное решение. ГНСС РТК приемник EFT-M1+. Под деревьями. Решение плавающее. Точность 3 метра. Так, получено фиксированное решение. Ушло на это где-то 2-2,5 минуты. Достаточно быстро для этого места. Но важно не только скорость получения фиксированного решения, но и его точность и надежность. Нет ли ложного фиксированного решения. Это будет ясно по сравнению измерений точек из разных инициализаций со сбросом РТК. Записываю точку 14, точку 15 и точку 16. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!